Опять плюшки несут. Я удивляюсь, что я вообще ни одной плюшки не съела, хотя я до этого просто жадина. Я настолько это все люблю. Да? Почините? Вот это все! А, ну да, мы здесь находимся. Да? Поставься, поставься. Выкладывайте, выкладывайте. То есть ты за время ретрита без аппетита? Я не то, что без аппетита. Я сначала думала, боже мой, все такие, вот это правильные. А я-то вроде как, ну то есть я уже чихнула на все это, все перепробовала, мне все тихо там, да, я вас думаю. Ну вот я сейчас пришла на интуитивное питание, да, то есть завтрак у меня уже после 12, после работы. Либо если я чем-то занят, вот как Света, видимо, я считываю с нее, я могу, например, до пяти вечера кучу дел переделать, там в спортзал и сходить, на скалодром залезть, и в пять часов я понимаю, что, ну, может быть, и надо было бы перекусить, да. То есть вот общаясь со Светой, как вы переходишь на совершенно новое. Я когда сюда ехала, думаю, боже мой, ну что же я здесь буду делать? Я же такая вот, у меня вот, ну, захотела, поела, захотела, не поела. Я попала в это поле, я, блин, пить не хочу, правда, иногда хотелось спить, потому что дома я вообще не пью. Есть не хочу. И вот это для меня очень странно, потому что я тут добежала до магазина за карандашами, и вот этот вот белый шум, что называется, блин, еда, бежать оттуда! Вот, и вот я четвертый день сегодня ничего не ела, не пила, и мне, блин, круто, просто круто. Я тебя очень понимаю, я примерно то же самое чувствую во всех наших совместных поездках. В этом поле действительно очень легко познавать жизнь с ее других грани. Я же не спросила самое главное, я начала уже со всяких других вещей. Как тебя зовут и откуда ты приехала к нам? Меня зовут Марина, я из прекраснейшего города Владивостока. Просто потрясающе! У нас в Владивосток от Москвы сколько тысяч километров? Шесть? Девять? Ну, наверное, много, восемь с половиной часов лететь. Потрясающе, потрясающе! Скажи, пожалуйста, вот когда ты принимала решение приехать на мероприятие именно к Свете Лавровой, какое ее качество для тебя стало таким привлекательным, что ты вот не какого-то иного человека, проводника, предпочла, а именно ее? Вот если бы одним словом, одним качеством ты описала, что это? Одним словом, это, наверное, честность, а если так чуть-чуть расширить, то есть я увидела мастера, оно оказалось озвучено со мной, да, то есть все, что она говорит, я очень много роликов пересмотрела, она отзывается, то есть, ну, как будто бы вот это прям мое, и у меня прям энергия пошла именно на свет. Если бы мы перевели формат ожиданий и реальности, вот, поездку на ретрит, то о чем бы ты могла сказать? Ну, во-первых, я никогда не строю ожиданий, да, но могу сейчас сказать, что это достаточно сильно превзошло мои, так сказать, неожидания, да, потому что, ну, это действительно, это такая проработка себя оказалась во всех планах, и причем все это делает, это настолько мягко и незаметно, вроде бы как даже не участвует во всем этом, да, вот, ну, нету таких вот всяких назидательных, куда-то там что-то вкладывать в себя, но трансформации очень мощные, вот, практики с бубнами, стояние на гвоздях, которые Ириша проводит, ну, то есть это такое вау, то есть у меня такое чувство, что вся моя шагреневая кожа сползла с меня, я наконец-то смогла раскрыться в самую себя. Светлана на своих каналах часто говорит о том, что она не ведет людей в автономию или там в неедение, хотя мы замечаем, что в ее поле легко, да, не переключаться на какие-то вот эти триггеры, в том числе еду, и она говорит о том, что она ведет к себе, к себе через осознанность, и через это, может быть, там у вас будет что-то там отваливаться. Вот если мы говорим о пути к себе и берем этот ретрит, для тебя что из того, что было здесь, сбылось в твоем пути к себе? Ну вот это и сбылось, что я наконец-то сделала шаг с собой, соединилась, то есть если раньше как бы, ну да, тело, я понимаю, что я не тело, как бы вот это все, и дальнейшие структуры, плюс моя медитация, как бы я тоже там многие вещи вижу, здесь я прямо это ощутила, что тело внутри, а вокруг вот это все огромное, это я, да, то есть это именно такой огромный шаг в себе. Даже я не делала запрос о предназначении, а произошло вот это раскрытие. А какое раскрытие? Поделись, потому что я это понимаю, а значит и словами, что произошло? Ну, во-первых, практика гвозди. Нет, сейчас про раскрытие скажи, ты хочешь же мне сказать про свое раскрытие правильно, что ты в новом качестве проявилась здесь? Ну, в плане того, что да, я всегда боялась проявляться, ну то есть, ну может быть даже не везде, не всегда, но для меня это вот, нет-нет-нет. А тут меня как бы вскрыли. Возможность проявить себя в другом качестве. Открыли мне глаза, я в эту сторону никогда не смотрела, хотя занимаюсь с детьми музыкой, да, и тут мне говорят, что а попробуй со взрослыми. И я стояла на гвоздях до тех пор, пока я в это не поверила, пока я в этом себя не увидела. Я больше часа стояла на гвоздях в этот момент, и блин, у меня все сложилось. И мне, я тоже благодарна организаторам, что дали возможность попробовать себя провести практику, да, в новом, в новом образе, что ли, себя, да? В новом качестве, да? В новом качестве, да. Огромная благодарность. То есть это какое-то открытие у меня, это вот опять я какая-то новая. Да, это для меня не как бонус идет, да, вот кто-то говорит про вредназначение, но ты вот как часть того, для чего ты предназначена, да, дарить красоту, да, дарить любовь, помочь людям раскрыться, не только детям, да, это здорово на самом деле. То есть я от этого тоже кайфую. Ты говоришь о том, что получила больше, чем ожидала, в том числе и благодаря вот этому бонусу по поводу своего раскрытия, предназначения. Я получила гораздо больше, то есть я, в общем-то, даже и целей никаких не преследовала. Мне важно было побыть в поле мастера, вот. А тут произошло действительно, ну, прям, и раскрытие себя, и осознание того, что ты можешь дать этому миру. Да, это очень сильно. Я все, как бы, получила от ребят. Ну, я много что получила. И вот даже то, что я, насколько я люблю, в принципе, всякие плюшки, а я понимаю, что здесь, вот в этом поле, еда была неважная для меня. То есть, ну, мне этого не надо было. Оно настолько было густое, настолько сильное было пространство. Все вот эти ребята, которые, как бы, меня отражали своими гранточками. Ну, я прям наполненная. Наполненная. Осознанность, мне кажется, вот это вот расширение все пошло. То есть, как мы тут плюхались в бассейне на улице. Это тоже, как бы, вот так кому-нибудь скажи, да, что ты просто утром выходишь, как снег лежит вообще. А ты спокойненько купаешься в бассейне. И это в кайф. Ну, то есть, многие такие вещи. И в баню, как бы, я не сильно люблю, но здесь она прям, вот, прям все вот. Гармоничная. Все гармоничная, все прям зашло. Своевременно. Завершающий день. Игра «Мой мир». Ой, нет, почему я второй раз уже называю эту игру «Мой мир». Это же не большая была игра «Мой мир». Мы играли в «Радугу» с Ириной. Как для тебя прошла эта игра? Расскажи, пожалуйста. Ну, я считаю, что это, как бы, очень полезная и мощная игра. Тоже на осознанность. И когда ты вот проходишь вот это поэтапно, то есть у тебя начинается картина складываться. Ну, во-первых, когда ты выходишь, тебе кажется, вот этот запрос, а это не оно. Вот этот, вот этот, вот этот. И действительно, с бросанием кубика приходят истинные запросы. Ты такая, ага. И вот идёшь пошагово, и картина раскрывается, что вот этот вот шаг, почему ты ещё не там, допустим, почему-то. Но это удивительно, что ты раз, 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 и всё понятно тебе. Это вот как маршрутный лист. И всё, вот вылезти. И я думаю, что это не просто как будь, а в уме раскрывается. Оно раскрывается в картине твоего мира, твоих всяких паттернов поведения, да, и проложен уже определённый путь, который он ещё будет раскрываться. У нас ведь на этом ретрите был такой необычный бонус. Приезжали гости из Франции, Гастон. Вот сейчас буквально эта лекция закончилась, встречи с ним. Их была дискуссия со Светланой. У нас была возможность у всех присутствовать. Как тебе вообще это знакомство? Гениально просто. Это действительно был сюрприз, такой прям радостный, как это вот, как фейерверк какой-то. Потому что два сильных мастера, и тем более мужской и женской, это вот объединяется в огромную мощную силу. И это, конечно, он мастеру очень мне понравился. Он настолько гармонично. И вот многие вещи, вот он сказал, которые, да, у меня прям чувства начинают раскрываться, что и тело, там, и эмоции, что насколько нужно чувствовать себя, и вот не идти против себя, да. Ну, то есть очень много информации. Вот буквально встреча короткая, да, а наполнение вот полная чаша, да. И со Светой это всё гармонирует. И понятно, что ты идёшь так, в принципе, вот в этом вращаясь, ты понимаешь, что да, вот оно, ты туда. Ну, что да, именно в этом поле это всё к нам и пришло на самом деле. Хотелось бы ещё у тебя узнать, что бы ты могла напутствовать тем людям, которые сейчас, возможно, смотрят этот отзыв и думают, ехать или не ехать, на какое-нибудь мероприятие, на какую-нибудь встречу. Вот стоит оно того, этого времени, этих ресурсов? Ну, здесь-то я всё-таки сказала по готовности. Потому что вот в первый день, например, я такая... Чем больше ты находишься в поле, чем больше ты начинаешь осознавать себя, тогда ты больше слышать начинаешь, больше понимать, о чём это. Поэтому, может быть, кто-то придёт и не услышит, тоже такой вариант, как бы, может быть. Ну, в принципе, я думаю, что те, кто просмотрели, да, Светлану, и как-то их это зацепило, я думаю, что обязательно надо ехать. Ну, потому что это несбываемый опыт, и это именно путь к себе. Мариночка, я тебя очень благодарю за твою невероятную, красивую, женственную такую энергию, которую ты всегда приносишь с собой. На тебя невероятно приятно смотреть, правда. Очень красивая женщина. Ну, вы сами, ребята, всё это видите. Я надеюсь, несмотря на то, что ты живёшь так далеко от нас, что мы увидимся на каком-нибудь ещё нашем мероприятии. Да, я мечтаю ещё. В ноябре племя прилететь. Ой, это было бы круто. Прилетай. Если у тебя получится, это будет, конечно, очень круто. Особенно, если ты упадёшь в горы с нами. Ну, то есть, энергетически это другое. Я весной там была, и, видимо, меня уже подводили к тому, что надо. Я, в свою очередь, благодарю Светлану, благодарю всех организаторов за их вклад, и в нас в том числе. Вот, ретрит действительно шикарно организован. Мне всё очень нравится. И прямо от чистого сердца благодарю, что здесь вот такая сердечная, дружественная обстановка, да, и всех ребят благодарю за то, что вот они тоже были в этом поле и помогали мне стать мной. Спасибо. 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 Спасибо.